Автосалон Автоплюс Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Салон Штор Фантазия. Прошаем квартиры и дома. Огромный выбор тканей. В торговых центрах Флагман и Омега. На улице Родины 44-летний водитель Хюнде по непонятным пока причинам не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате аварии помощь врачей понадобилась самому автовладельцу. Его доставили в больницу с различными травмами. В настоящее время о его состоянии ничего не сообщается. В произошедшем продолжают разбираться сотрудники ГАИ. Спровоцировал ДТП и уехал. На кольце в Комсомольском районе длинномер вырезался в гранту. На кадрах видеорегистратора видно, как водитель Рено подрезает водителя Лады. Тот резко тормозит и в него врезается длинномер. Люди не пострадали, а вот транспортные средства получили незначительные механические повреждения. В селе Выселки на улице Дорожной водитель автомобиля ВАЗ-2113 в результате несоблюдения дистанции до впереди движущегося транспорта врезался в автомобиль гранту. Обошлось без пострадавших. Оформлением ДТП занимались аварийные комиссары. 21 июля на дорогах нашего города произошли две аварии, в которых пострадали люди. На улице Спортивной водитель Лексуса, мужчина 75-го года рождения, врезался в припаркованный на дороге автобус. По информации, собранной сотрудниками ГАИ, владелец иномарки двигался со стороны Революционной. В районе 31-го дома по Спортивной он стал поворачивать налево. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автобусом. Вся передняя часть кузова Лексуса деформировалась от сильного удара. В салоне сработали все подушки безопасности. Несмотря на это, водителю все-таки понадобилась незамедлительная госпитализация в больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Еще одна авария была зафиксирована на улице Северная. Мужчина на тягаче устроил массовое ДТП. Причиной стало несоблюдение дистанции. Как рассказал водитель Весты, он и мужчина на автомобиле ВАЗ-2114 остановились на запрещающий сигнал светофора. В это время в них врезался МАН. Сначала тягач допустил столкновение с Вестой. Та по инерции проехала вперед и ударила 14-ю. В данном происшествии также не обошлось без пострадавших. Медучреждение доставили пассажира Весты. Со слов самого водителя автомобиля, его пассажир получил незначительные травмы. Сотрудники ГАИ вновь задержали нетрезвого автовладельца. Водитель Приоры спровоцировал погоню в Комсомольском районе. На протяжении некоторого времени злостный нарушитель закона пытался скрыться от полицейских. Но в итоге госинспекторы все-таки его задержали. В ходе допроса свою вину он не признал. И пройти медосвидетельствование отказался. Вы согласны пройти освидетельствование о состоянии алкогольного опьянения по прибору АКПЕ 01-N03. Заводской номер 12-508. Дата проверки 4 августа 2021 года. Согласны ли вы пройти медицинское освидетельствование о состоянии алкогольного опьянения в городском наркологическом диспансере по адресу город Альяте, улица Победа, 28. Не согласна. Еще раз. Не согласна. Не согласна. В отношении гражданина собран проверочный материал, который будет направлен в суд для законного решения. Родители, не оставляйте своих детей без присмотра. В центральном районе, на Карла Маркса, в районе дома номер 20, водитель Приоры допустил наезд на трехлетнюю девочку, которая выехала на проезжую часть на самокате. Стоит отметить, что в этот момент мать ребенка ехала следом на велосипеде. В результате происшествия девочке потребовалась медицинская помощь. На улице Юбилейной в результате несоблюдения правил дорожного движения пострадал один человек. На данном участке дороги столкнулись две иномарки – Митсубиши и Ниссан. Оба двигались в попутном направлении со стороны Фрунзе в направлении Ленинского проспекта. По предварительной информации, водитель Ниссана не занял крайнее левое положение на дороге перед совершением маневра, тем самым спровоцировал столкновение с Митсубиши. Удар пришелся в водительскую сторону Ниссана. Пострадала 12-летняя пассажирка Митсубиши. Она была доставлена в больницу для дальнейшего медицинского обследования. В страшной аварии под Ульяновском разбилась семья из Тольятти. Погибло два человека. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. Предварительно водитель КамАЗа, нарушив правила дорожного движения, врезался в стоящую на проезжей части Киа. Иномарка была буквально раздавлена между двумя грузовыми автомобилями. Скончались водитель Киа и двухлетняя девочка. Женщина-пассажирка в тяжелом состоянии находится в реанимации. По непроверенной информации, предполагаемый виновник ДТП был пьян. Сотрудники ОМОНа провели оперативное мероприятие в одном из клубов Центрального района. Правоохранители с помощью собаки проверили танцпол, зал и служебные помещения развлекательного заведения. И оказалось не зря. На полу были обнаружены три свертка с неизвестным веществом, которые направили на исследование. Результаты экспертизы показали, что это наркотики общей массой около двух грамм. 33 посетителя ночного клуба, у которых присутствовали внешние признаки опьянения, были направлены на медицинское освидетельствование. В отношении трех граждан, у которых предварительно установили факт наркотического опьянения, проводится проверка. Пять посетителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, привлечены к административной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подобные профилактические мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Неопытные водители чаще всего становятся участниками дорожных аварий. В прошлом году по вине таких автовладельцев на дорогах нашего города произошло 45 ДТП, в которых получили травмы 58 человек. Зачастую проблема заключается даже не в знании теории и умении управлять автомобилем, а не в умении предотвращать типичные ошибки на дорогах. Чтобы как-то помочь начинающим водителям, сотрудники ГАИ еженедельно посещают занятия местных автошкол и проводят беседы с курсантами. Важно помнить, что на дороге нет начинающего и опытного водителя. Есть участник дорожного движения, который должен соблюдать правила безопасности при управлении своим транспортом в избежании трагических последствий. ТАКСИ Поэтому данной проблеме дорожные полицейские уделяют особое внимание. У водителей такси должно быть специальное разрешение, дающее право на осуществление подобной деятельности. Также госинспекторами проверялось техническое состояние транспорта и наличие специального детского кресла. В случае выявления нарушений административная ответственность применяется не только к водителям, но и к юридическим и должностным лицам. Редактор субтитров А.Семкин